Всем привет, вы с Олегом Соскиным на моем большом канале, сегодня 11.07.2023 Смотрите и второй Соскинью с латинскими буквами, подписывайтесь, там интересные тоже материалы Итак, начался с саммедвильнюс, НАТО Уже понятно, что все это результат Я выскажу свою точку зрения Для Украины, для НАТО это будет результат Такого, знаете, на болоте есть такие, выдуваются большие пузыри Там с газом такими, разными, сероводородом, метаном и так далее Когда налопается, такой неприятный очень запах Вот это, я думаю, будет результат саммита НАТО на сегодняшний день То есть НАТО ничего не может сделать Оно, я думаю, не дадут Украине никакой этот термин, вступление А как они его дадут? Если они дадут, то и так уже Российская Федерация выступила очень жестко По поводу позиций США и НАТО по отношению к Украине Они сказали, что если будет какая-то подвижка сейчас для Украины То это будет считаться прямым вызовом для путинской России И они это не оставят, и будет соответствующее действие, не реакция, а действие России И будет большая проблема для, как это они выразились, для этого Песков сказал, очень серьезный такой вывод сделал Для архитектуры безопасности, вот кажется таким способом Для архитектуры безопасности Я сейчас точно попробую сказать О том, что по сути они выступают против любых преданий Украине Какого-либо статуса И они будут считать, что это фактически вызов Российской Федерации И соответственно они должны будут нанести удар по членам НАТО Я думаю, что они так и сделают Что это так и произойдет И к этому надо фактически готовиться Тем более, что практически на сегодняшний день Уже поскольку размещены эти все силы В нашем случае уже ЧВК Вагнер в Беларуси Фактически все готово для этого удара Зеленых человечков И по сути это будет не государственная структура Там расписывают они эти роли Ну и по крымскому варианту По маршу справедливости все будет По вот этому сценарию Солидара, Бахмута Как это все делалось Так приблизительно будет По Сувалкам, по Люблину, по Кракову По Жешеву, по Примышлю По Вильнюсу, по Риге и так далее Ну увидим Увидим И я думаю, это даже быстрее произойдет Потому что вот очень важна здесь позиция Эрдегана То есть состоялся Эрдеган определился, что он западом Ну так же, как это тюрк Собственно, Турция и была создана, я вам говорил Западом Странами Антанты, странами моря Поэтому, ну как она может быть другой И Эрдеган уже четко получил гарантии По Ф-16 По поддержке вступления в Европейский Союз Поэтому почему нет У него тяжелейшая финансо-экономическая ситуация Ему надо инвестиции Ему надо какие-то как-то решать С этими 10 провинциями Которые подвергли землетрясению То есть у них очень сложно Поэтому он должен Ему деньги нужны А у него крах финансо-экономической системы Плюс он понимает, что уже зерновой сделки нет Все закончилось, полный обвал Плюс он нанесен удар по его кораблям Которые зернобалкеры были Которые грузились этим зерном Это вообще беспрецедентно То есть Путин его просто плюнул на него Более того, уже понятно, что никакого газового хаба не будет Вот, уже он и не нужен, собственно Уже, видимо, какие-то проблемы будут с этим и турецким потоком, и голубым потоком Ну, то есть, открытая война будет в Черном море Что Турцию уже заменила Грузия Поэтому, как бы, все уже определено Все определено Более того, через Абхазию у России и Грузии все замечательно Так что тут, как бы, они выходят на Кавказ И не зря, что туда ездил Путин в Дагестан Они все договорились То есть, там будет нормальная зона А надо учитывать, что Дагестан куда, дорогие мои, выходит? На какое море? Нет, не знаете? На Каспийское То есть, все, они создали другой хаб С Арменией, Азербайджаном Все договорились Дагестан, Чечня, Грузия Все А через Грузию они выходят в Иран Через Каспию они выходят в Иран Ну, все Через Армению, в Иран Поэтому Турции показали большой кукиш Путин Таким образом, Турция И самое опасное в данном для нас случае Ну, в том числе и для нас, конечно Путину не нужны будут проливы Ни Босфор, ни Дарданеллы Поэтому Румыния, Молдова Приготовьтесь Ну, и Украина тоже Это огромнейшая угроза Всему южному флангу НАТО И уже и Байден, и Эрдоган это знают Поэтому даются вот эти снаряды Кассетные Для массового поражения Воинских подразделений Российской Федерации Теперь вопрос, где будут они применяться Тем более Столтенберг сказал Что заканчиваются Украины Артиллерия Снаряды И то же самое сказал Байден Что снарядов больше нет А Сунок заявил, что будут увеличивать Они сейчас производство Восемь раз снарядов Но пока они их увеличат Более того, у Запада нет беспилотников Байрактары оказались очень уязвимы Они не годятся В отличие от Ланцетов и Шахедов Начиная была атака Сбили, там сбили Над Киевом сбили Но шута долетела до Одесских терминалов Зерновых Перед этим была атака Искандером М и, видимо, С-300 По Николаеву По Очакам И бедный Ким аж просто почернел И правды не говорит Видимо, серьезные поражения Сказали объекты инфраструктуры Но врут Наверное, терминалы повреждены зерновые Но там были более 12 зерновых балкеров Этих суден, как я понимаю Принадлежащих структурам Эрдегана Но теперь, видимо, атомную станцию Турецкую будет достраивать Американский Вестингаус И теперь, видимо, турецкий флот Выйдет На червование против российского флота И, видимо, Эрдеган Должен передать теперь Что? С-400 Украине И, видимо, Украина ударит По Крымскому мосту То есть война заходит в Крым И в Черное море Реальное Черное море Начнет гореть Мне когда-то один из монахов Китаевской пустыни Говорил, что самое страшное Когда загорится Черное море Это было еще при Лазаренко Какой же это был год Какой-то, наверное, тысяча девятьсот Там девяносто Какой? Шестой, наверное Представляете, сколько времени прошло Двадцать шесть лет? Двадцать семь? Вот такие, товарищи, золотые мои дела Мальчики, девочки Поэтому наступают достаточно сложные часы То есть полностью начался разрыв между Турцией и Россией Турция перешла окончательно в союзники Ну, стала, как бы, восстановила свой статус-кво Части западного мира Стратегической части То есть не союзником Она не союзник НАТО Она член НАТО И, видимо, сейчас будет рассматриваться вопрос О ее вступлении в Европейский союз Вместе с Албанией Ну, они получат такой же статус Как, видимо, Болгария и Румыния То есть сейчас Болгарию и Румынию Примут Сейчас же Германия пообещала это В Шанген Чтобы их расчистить полностью И, видимо, сейчас Турция, Албания, Северная Македония Там еще кто-то Босния, Руслана, Вина Может даже Может Черногория Они получат статус Румынии и Балкарии Вполне возможно, что будет такой сделать Ченч Тем более в Нидерландах Мы видим, что Рюта ушел в отставку А как известно, именно Нидерланды И Австрия были противниками Вступления вот в этом году Как было обещано Болгарии и Румынии в Шанген Я думаю, сейчас произойдут вот эти изменения В связи с войной И новой конфигурацией, которая возникает на юге Однозначно надо им сейчас брать Болгарию И Румынию в Шанген Потому что ситуация жесточайшим образом изменилась Может я ошибаюсь, увидим Ну вот такая конфигурация То есть, я считаю, что где-то Ну это, надо исходить из такой вещи Что президент ЮАР, как там его, Ромофоза или как он там Он заявил, что БРИКС будет очным А у него, они должны в августе собраться А разочным туда должен поехать Путин А если он туда едет То ему надо избавиться от статуса Подозрения и ареста ГАГским судом А для этого Ромофоза должен быть уверен ЮАР, что они же подписали Ратифицировали же Они должны его арестовать А чтобы его не арестовать Не должно быть судей ГАГского трибунала Вполне возможно, что они будут ликвидированы Или будет нанесен удар по Голландии По ее плотинам А где-то 45% до 50% У них территория ниже уровня моря То есть, если у них начнется Будет удар по ним Кем-то нанесен То Голландия начнет тонуть Реально, пойдет на дно Ну и я не знаю, как с ГАГой будет Вот был я в ГАГе Неплохой городок такой В Утрехте был тоже Еще в нескольких городах То тогда, конечно Сейчас там правительственный кризис начинается ГАГа, Голландия, Нидерланды Без руководства сейчас И, по сути, если уничтожен Ну, разбомбят ГАГский трибунал То тогда, конечно И уже нельзя будет арестовать Путина Я думаю, может так быть Прилетит какая-нибудь там ракета Хрен его знает Или как? Сельдерей его знает, да? То есть, что-то должно произойти Или вот, как сейчас случилось Бежал там на пробежке Бывший командир Подводной лодки Которая ракеты выпустила По Венеции в прошлом году Как раз год будет Когда очень много в центре Венеции погибло людей Вот Краснодар этот Подполковник там Ну, как это называется Капитан второго ранга, да? Он бегал во время дождя Там в парке Краснодара Ну, и вот Кто-то с ним рядом бегал тоже В голубой кепке, говорят Ну, короче Уже никто не бегает Ну, а почему так не может Вот, в принципе, быть Судьи Мигахской трибунала Они тоже, наверное Спортом где-нибудь занимаются Поэтому сейчас начинается Переход вот на такой уровень войны А если нет судей То нет и ордера Я думаю, в Украине сейчас такое начнется Судьи не понимают Что с ними будут делать то же самое Вот как в киевском суде Ну, это он пока так сделал, да? А мог же он эти пакеты И в суде, так сказать, подорвать Правда? Возле судейского стола Я думаю, сейчас в Киеве В Украине сейчас то же самое С судьями будет Они не понимают Сейчас начнется охота на судей Не только на руках этих командиров Подводных лодок И пилотов Ну, и на судей тоже Время хаоса начинается Никто еще не понял Может как раз вот с этих гахских начнут Кто его знает Сейчас никто ничего не знает Поэтому вот Я бы такую вам характеристику дал Но то, что Эрдеган прочувствовал Что приближается время великого шухера И надо быстро, как говорится Срезать эти самые помидоры Пока они не завяли у Путина То это точно Это точно И он хорошо продался Очень хорошо и очень дорого Ну, такую картинку я бы вам сделал Дорогие мои Подписывайтесь на канал Поддержите Олега Игоревича Всем спасибо, кто меня поддерживает Ну, и второй канал тоже смотрите До новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok